здравствуйте дорогие друзья сегодня поговорим с алексеем голубудским о перспективах парламентской осени здравствуйте алексей добрый день а как вы считаете и каких сюрпризов нам ожидать уже вот следующей неделе когда 5 сентября выйдут народные депутаты из своих отпусков каких сюрпризов понятно громких заявлений со стороны депутатов потому что надо будет закамуфлировать свой скажем так неотечественный загар какими-то такими заявлениями естественно это начало как бы когда все сми внимание общества в начале сезона на обращено верховный совет как бы да поэтому надо максимально засветиться и максимально сказать пройти проявить инициативу для того чтобы навязать свою информационную повестку на будущее то есть оппозиция должна застолбить за собой вот место как бы что все что предлагает правительство все плохо правительство должно как бы сказать чтобы что без принятия там определенных реформ которые должны приняться осенью этого года ну развитие страны будет скажем так не очень хорошим то есть вы считаете что оппозиция прямо с начала работы верховной рады во вторник уже может заблокировать трибуну уже начнут все что угодно может быть я не говорю что с первого дня я не говорю что с первого дня но могут там первую вторую неделю там не забываем чтобы у нас ждет это всего-навсего неделя некая акция приезд но не приезда попытка это даже нельзя назвать просто пиар акция да на границе саакашвили да и естественно его соратники и сторонники в парламенте так или иначе как-то постараются это повторить скажем так в верховном совете провести какую-то акцию ну понятно что ничего не будет никуда не попадет он проведет там акцию они скорее все проведут верховном совете ну и естественно от радикалов можно ждать что они ответят на эту акцию каким-то своим перфоменсом или каким-то своими действиями думаю что такая легкая драка в нашем парламенте в начале сезона очень бы неплохо бы смотрелось как бы для ну для начала вообще действительно а вот кто соратники или поклонники саакашвили кроме партии воля не ну как есть громадное количество ну как в понятное дело что это часть 3 фракции бпп лещин номер суда тот евро 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 ну частично евро оптимисты есть конечно но они они как бы не не его однопартийцы они просто как бы сторонники того что вот саакашвили поступили неправильно да вот они как они всегда выступают вот любое действие которое направлено против власти практически любой да не его поддерживают поэтому тут без сомнения поддержат я думаю что не поддержат те политические силы для которых саакашвили все таки является но место из оппозиционных определенным все таки конкурентом да не должны поддерживать но это просто один из элементов там элементом быть может быть множество вот мне интересно ваше мнение как опытного эксперта политолога насколько кто действительно саакашвили из сегодняшних политических сил считает конкурентом насколько он реально конкурент кому-то ну во первых я не политолог это раз возможно эксперт политтехнолог во вторых но понятно что социологи сейчас говорит саакашвили ну мягко говоря не очень то есть как бы он просто совершил некоторые ошибки в начале всего действия да то есть не не оценил что он все-таки не в грузии в украине да это несколько другие объемы он неправильно себя позиционировал самого начала да что когда сотрудничал с властью что когда перестал сотрудничать да он во всех этих пунктах неправильно себя позиционировал и плюс он практически со всеми серьезными политическими деятелям переругался так или иначе да это тоже как бы ну мягко говоря не него пользу украинцы ну мягко по социологии не совсем видят почему они должны выбирать из популистов которым они привыкли да там лешко тот же сам который красивее намного поет украинский я говорю я исключительно говорю про социологии причем они к нему привыкли саакашвили чужой человек просто оказался он не смог найти себе место нишу на которую он мог бы наращивать свой электорат врастить свой электорат да поэтому его конкурентам думаю что сильный ну допустим тимошенко не видит конечно конкурентом же тимошенко на первом месте у него как бы серьезные там лидерство в симпатиях поэтому наравне с порошенко кстати да одинаково идут плюс минус не понятное дело что наравне с порошенко я просто говорю про оппозиционные счастливы да мы про властные не говорим и ближайший конкурент оппозиционный да между саакашвили тимошенко это лешко который и включился в эту деятельность да если ему удастся вот на себя полностью повесить победу над саакашвили как бы да то наверно не считают что так для него будет позитив носок ну сейчас идет ситуация что саакашвили что же не один как бы да за ним идет какие-то определенные политические силы и тут ситуация становится такой более-менее удобной для всех ну допустим для наливащенко который заключил какой-то там политический договор с саакашвили да то есть он может взять все позитивно что и дает саакашвили деятельность саакашвили нас но на западе да ну там постоянные заявления внимание сми и так далее но при этом физически самого саакашвили украине не будет как бы даже очень большой плюс для наших политиков потому что они не привыкли это проблема саакашвили он холерик по своей природе да и но еще раз говорю у нас несколько другая ментальность мы вот вот эти все такие вот поступки жесты все остальное очень часто для кавказских народов это абсолютно нормально да не так общайся стены посмотреть думать что люди ругаются самом деле люди милости между собой общаются у нас же все-таки несколько по-другому поэтому саакашвили вообще вот это вот позиция быть за границей так сказать наверное самое лучшее потому что он социологии выше он не приобретал зову нет телевизионной передачи было выступление все но он сторонников не приобретал не у него рейтинг в рамках статистической этой погрешности я правильно понимаю вас алексей что мала вероятность того что все-таки саакашвили удастся вернуться в украину а как он может вернуться ну знаете тут государство само себе просто наступит это наглотку ты или если ты уже на каком-то этапе начал выполнять закон да хорошо вначале что-то там не сработалось да но нужно было какая-то политическая там целесообразность да или же просто действительно обманув документ не имеет значения но ты начал же ты ты не по политическим соображениям его то сказать лишаешь гражданства да по конкретным то что он обманул это ну нас законодательстве есть да ты недостоверные данные дал как эти данные могут измениться на границе как бы да ну что он будет прорываться с оружием рук ну нет вариантов а саакашвили утверждает что эти данные подтасовали что это подделано есть суды и у него куча сторонников куча депутатов которые его поддерживают это все решают пусть это пусть занимать пойти никому не интересно уже как бы он использует боюсь что опять-таки я симпатизирую саакашвили с в историческом плане да не политическом историческом плане поэтому не могу так сказать так вот сто процентов адекватного оценивать но я но я думаю что определенной степени то что произошло отбор паспорта и все остальное все-таки для него как для игрока все-таки сыграла в лучшую сторону чем наоборот ну реально он был вот сейчас бы вот вот был бы он сейчас паспортом да но вы сейчас бы грыз бы ляшко вот в буквальном смысле слов грызли бы другие да он ничего ни одной отличающейся от других концепции вот почему ну понятно все согласились приводит что все плохо да согласен что дальше да все чтоб все плохо говорят все да вот пусть и вся оппозиция все по оппозиционные политические силы говорят что плохо у нас их много очень да у нас сми на две трети так или иначе или симпатизируют или возле или олигархи платят который оппозиционерам да уж то чем он выделился вот только вот ситуация с лишением гражданства саакашвили может повлиять на рейтинге президента петра алексеевича порошенко потому что существует такая информация инсайдерская что на самом деле решение о лишении саакашвили гражданство было это авакова было решение но никак не порошенко что порошенко потом уже об этом узнал и не совсем был доволен этой ситуации я честно скажу я не знаю вопрос в том что нарушены были законы поймите на президента вешают столько того что он сделал реально из то очень еще больше того чего не сделал в негатив до что надумал что саакашвили как-то там затеряется среди ну мы же видим все эти информационные на рейтинге порошенко как может отразиться лишение гражданства саакашвили я про это говорю на нем никак это не как ну я вас не вижу в том масштабе тех проблем на которые на него вешают до которых обвиняют грубо говоря да вот где там саакашвили как он может занять какую-то там в конце концов уже не убил его до порошенко обвиняют во всех потом его забрал я понимаю логику я еще раз говорю у людей приоритеты наверное там и лавайск там не знаю экономическая ситуация газ вот который сейчас да вот подорожал автомобильный все остальное ну и через приоритетах но саакашвили наверное стоит но не но не не в этом ряду ну и Продолжение следует...